Добрый вечер. Мы сегодня решили обсудить вопросы кыргызско-казахские, которые уже более месяца волнуют народы обеих стран, приграничных и братских. И пригласили в студию бывшего министра иностранных дел и доктора политических наук Олег Пекот. Скажите, вы недавно побывали в Казахстане, участвовали в этих круглых столах, даже выступали по казахскому телевидению, насколько я знаю. Какие настроения в Казахстане в отношении вот этого возникшего вдруг, мне кажется, на пустом месте этой большой проблемы? Добрый вечер, уважаемые друзья. Вопрос интересный. По-моему, кыргызско-казахские отношения сегодня волнуют всех. С кем бы ни встречался, на улице, в автобусе или в каком-нибудь учреждении, все спрашивают, что дальше будет. Я думаю, что все будет хорошо. Почему? Потому что для меня было тоже несколько неожиданное по приглашению казахских моих друзей, общественных деятелей, ученых. Я был в Алматы, выступал на телевидении, и у нас был обмен мнениями, какого состояния и что делать. Конечно, всех волнует, что дальше. То, что произошло, это произошло, как говорится, времен вспять не повернешь, чьи-то слова уже поздно поправлять. Самый главный вопрос, что делать, кыргызам и казахам, для того, чтобы обоим сторонам было комфортно, будем говорить, сосуществовать. Поэтому в казахской общественности достаточно, я бы сказал, позитивное настроение. Они понимают, почему это произошло. Ведь если вот так анализировать достаточно серьезно историю наших взаимоотношений, историю наших народов и вообще сегодняшнее состояние, то каких-то серьезных, фундаментальных противоречий между нашими народами, между нашими государствами нет. Вопрос только в том, что после организации Евразийского экономического союза, после вступления Кыргызстана, то, безусловно, вошли в противоречие, будем так говорить, интересы государств в торговых вопросах. Ну, почему вошли в противоречие, я расшифрую, чтобы было понятно, что при вступлении Евразийский экономический союз, то обязательно необходимо создание лабораторий ветеринарно-санитарных, какие-то нормативные, принятие нормативных актов и соблюдение, самое главное, этих актов. Но, к сожалению, недавнее выступление премьер-министра Казахстана, и до этого мы, в принципе, были в курсе, дало очень ясную картину, насколько высока контрабанда, будем так говорить. Из Кыргызстана? Нет, из Китая в Кыргызстан. А дальше там же без таможенных барьеров уже свободный проект проходило. И, соответственно, это влияло на рынок Казахстана, на цены. Значит, если контрабандным путем заходит товар, он дешевле гораздо. В смысле, он демпингует? Да, демпингует. Поэтому здесь интересы, может быть, государственные, может быть, и каких-то группировок, значит, интересы здесь вошли в противоречие. Ну и второе, конечно, об уходящем человеке не хочется много говорить, но ряд казусных, мягко говоря, высказываний, значит, ушедшего президента, оно привело к тому, что казахское руководство начало проявлять, будем так говорить, принципиальность. Если раньше как-то по-доброму закрывало глаза, они и раньше в курсе были, я так понимаю, что вопросы контрабанды – это очень серьезные для Кыргызстана вопросы. То есть сейчас уже принципиально поставило эти вопросы, и итог, как вы знаете, не очень хороший для Кыргызстана, да и для Казахстана, потому что есть интересы казахских бизнесменов у нас в Кыргызстане, которые занимаются торговлей и производством. Поэтому у нас здесь поставка товара, наших товаров в Казахстан, и оттуда сюда везут. Поэтому экономическая составляющая на сегодня – она основная причина, и правила игры, которые были оговорены в рамках Евразийского экономического союза, недостаточно, я бы так сказал, и то мягко говоря, последовать, и недостаточно четко следовало наше правительство. Вот если вступили в ДОЦС, там какие-то правила, да? А не какая-то льгота была дана, когда станут в течение такого-то времени? Да, льготный период был. Он прошел или еще продолжается? Прошел он уже. По некоторым позициям есть еще какие-то там преференции, но в целом уже мы, как полноправные члены Евразийского экономики, должны очень ответственно выполнять. Но эмоции взяли вверх, и итог, какой мы все знаем. Сегодня вы знаете, что цены, начиная с бензина, мучное, масло и так далее, все уже подорожало, к сожалению. И эта тенденция имеет, так сказать, и дальше развиваться, то есть расти. Вот если вы сказали эмоции, если кто-то что-то сказал, поддавшись эмоциям, в принципе-то можно, наверное, дезавуировать, если не в течение часов, то в течение... Ну, дипломатические, вы знаете, дипломатических приемов или просто человеческих приемов, когда человек совершает ошибки или, будем говорить, не совсем правильные высказывания, то все методы хороши, а тут вопрос не в личностях, вопрос в государственных интересах, вопрос в национальных интересах, поэтому очень важно было, так сказать, это поправить. Но у ушедшего руководству не хватило то ли мудрости, то ли толерантности сделать так, чтобы, уходя, значит, он не оставлял, будем говорить, такое сложное... Лишнее. Ну, будем говорить, узел проблем, да, с Казахстаном, ну, по вопросу пересечения границ, и в целом политического и экономического сотрудничества. Ну, вот в обществе есть довольно много людей, которые говорят, правильно, он же правду сказал, он же, это же действительно так, и так далее. Вот насколько это... Всегда надо говорить такую правду, особенно в дипломатических... Ну, вы знаете, даже на улице говорят, за свои слова отвечать надо. Даже на улице. Даже если ты больной, и походят, говорят, как здоровье, говоришь, ну, хорошо. Потому что слово – это такое оружие, как говорится, ну, много поговорок, знаете, «Сёзголь гонтьё, визголь де гонтьё, сёзголь гонтьё, сёзголь вар». Поэтому, к сожалению, в последние годы во внешнеполитической деятельности нашего руководства появилась очень большая непредсказуемость, эмоциональность, я бы сказал, это очень, мягко говоря, безответственность. Когда руководитель страны того или иного, даже член правительства, министр или депутат говорит, это уже официальные лица, это можно, некоторые могут интерпретировать как официальная оппозиция. Когда говорят с трибун или в интервью какие-то неправильные вещи и дают оценку, значит, будем так говорить, лидерам других стран или внутриполитическим процессам других стран, это не совсем корректно, потому что есть неописанные правила в международных отношениях. Значит, вообще человек, даже в быту, вы знаете, чем обсуждать соседа, надо разобраться, что у тебя в доме. – Самого. – Да, и вообще, есть ли необходимость обсуждать соседа. У каждого своя жизнь. Так и в каждом государстве, ведь, если вы так посмотрите глубже, после приобретения независимости, мы в один день проснулись, вы знаете, независимые, да, все, когда три славянских республики собрались в Белорусской пущей и распустили союз. И многие даже в какой-то степени оказались не готовы, ни морально, ни политически. И это до сих пор сказывается. – 25 лет. – Да, 27 лет, считайте. До сих пор сказывается, что элита была не готова. И вот это, будем говорить, подарок манны небесной, да, он был воспринят, что так и должно было быть. – А руководить, быть самостоятельным, суверенным государством, тем более быть его руководителем – это, прежде всего, ответственность. Ответственность за свои слова, ответственность за свои действия. И ответственность не просто перед кем-то, да, а перед целым народом, перед государством, перед историей, перед международным сообществом. Поэтому здесь достаточно, вот пример Казахстана, я думаю, что вот будучи в Казахстане, когда мы вели диалог с общественными деятелями, с экс-дипломатами, с журналистами, я призвал их не искать друг у друга недостатки. Если искать, в любой стране мира, вы знаете, мы с вами в Европе работали, в Америке неоднократно бывали, на Востоке и на Западе, в любой стране мира всегда можно найти недостаток и говорить об этом. Но есть ли в этом смысл? – И момент какой, в каком контексте все это делается? – Не, ну, это понятно, что то, что произошло, то произошло. Сейчас и, в принципе, они согласились, что надо думать о будущем. А в будущем, вот, взаимоотношения, особенно среди стран СНГ, есть одна проблема, когда строится в основном на взаимоотношениях лидеров, заметили. Вообще, конечно, международная связь, международная политика, один из главных факторов – это отношения лидеров. Но у нас это не один из главных, он основной фактор. – Да. И я предложил нашим казахским друзьям, что надо сейчас выстраивать такие отношения, допустим, региональные связи, отношения, допустим, между союзом писателей, между союзом журналистов, между депутатским корпусом, между областями. Вот какие-то такие неформальные вещи, многоканальные, многосторонние связи укреплять. И они очень с большим удовольствием восприняли эти идеи. И мы договорились о том, что вот именно основная задача была, как бы это, если официальная дипломатия и народная дипломатия, поскольку мы не являемся официальными лицами, мы как общественные деятели можем предложить им. И это было очень позитивно воспринято казахской стороной, будем говорить, это стороной я называю чисто по дипломатическому примеру, но это общественными деятелями. И по настроению, как известно, и руководитель Казахстана тоже позитивно. Если вы заметили, значит, Назарбаев уже трижды поздравил, но вновь избранный президент, с избранием, с днем рождения и с инаугурацией. Это в той ситуации, насколько напряжены наши отношения, это очень большой и мудрый шаг. Это показатель того, что он выше всех этих мелких, будем говорить, каких-то подходов, мелких дрязг, он за то, чтобы между хыргызами и казахами, как испокон веков, велось такие добросетские, братские отношения. И он заинтересован, чтобы и в дальнейшем улучшить эти отношения. Конечно, я так скажу, что сегодня, конечно, нет той элиты, которая была раньше, да, везде. Она достаточно прагматична и, может быть, некоторых вопросов достаточно цинична. Но все-таки историческая связь, наши общие корни, наша культура, наш язык. Вот на казахском телевидении я выступал на хыргызском языке, а они на казахском, абсолютно все понятно. И были достаточно такие некоторые спорные моменты. Но это не касается наших хыргызско-казахских отношений. Здесь был унисон. Мы говорили о том, заинтересованности хыргызского народа, хыргызского бизнеса, всей, будем так говорить, всего социального среза, улучшения отношений, развития отношений, углубления отношений. Поэтому есть среди казахского общества, я бы не побоюсь сказать, полного взаимопонимания. Ну, а что касается некоторых бытовых, будем так говорить, проскакивает, вы же замечаете, в соцсетях националистических, но они везде есть. Это такое небольшое толико, которое не попортит наши отношения. Вы один были, ездили? Да, я один ездил. А с той стороны кто участвовал в встречах? Во встречах я в общем назову, чтобы пока еще рано, потому что мы договорились, мы со своей стороны договоримся, вот в народной дипломатии, кто. Мы сейчас, я встречался уже с общественными деятелями, учеными нашими уже за эти дни. О, вы знаете. Да, с кыргызской стороны кто будет. Они определяются, кто с казахской стороны. И после этого определения будет, наверное, правильное, когда вы увидите воочию, может, на студию к вам пригласим вместе. Вы увидите, кто присутствует, чтобы пока не будем торопить события. Ну вот уже несколько таких встреч произошло, правильно? Вот насколько я знаю, вот ездили вот Сиркул Калубеков, Мораций Уинбаев, еще там несколько людей участвовали там в круглом столе. Потом ездила другая группа Суромкова, Клара, Равшан Дзенбеков, Адиль Трудокул, Дарита Харасатова, еще группа. Вот еще поездки, еще, наверное, будут другие. Как это в целом, вот, кумулятивный какой-то? Не, ну это нормально. Это же, вы же знаете, вообще международная политика строится, прежде всего на, будем так говорить, на мыслях, на словах, да? А потом уже реальные дела. Тут накопление потенциала такого интеллектуального с обоих сторон идет. И какие-то идеи звучат, какие-то предложения звучат. Это хорошо, я думаю, что и для нашей стороны, и для канадской стороны. А потом, там же есть, слышат и политики, и экспорты, которые влияют на их руководство. У нас тоже, соответственно, я думаю, что новый президент и его окружение отслеживают эту ситуацию. И они видят, как общественность настроена. Куда мы, значит, идем, да? А сегодня можно сказать, что народная дипломатия готова внести такой весомый вклад в развитие межгосударственных отношений. И я надеюсь, что сейчас при формировании новой команды Сурамбай Шарипович, он это воспримет, что одно дело народной дипломатии, но и официальная дипломатия, они должны как бы параллельно, может быть, некоторые вопросы сообща решать. Это же не ради чего-то, а ради блага наших людей. И, в принципе, учитывая, будем так говорить, авторитет лидера Казахстана, значит, не только внутри страны, но и в регионе, значит, и в международном сообществе, я думаю, что мы можем такой настрой позитивный, знаете, это атмосфера, это маленькие мосты, какие-то узлы, хорошие я имею в виду. И таким образом мы уже не просто, вот, наши крыльско-казахские отношения будут зависеть от отношения двух лидеров, но когда общество будет, как бы, болеть, да, в хорошем смысле этого слова, когда общество будет заинтересовано, когда общество будет участвовать в процессах укрепления взаимоотношений равноправных, суверенных государств, я думаю, что это будет такое прочное тогда взаимоотношение. И прежде чем, допустим, закрыть границы, тогда президент страны сто раз подумает, правильно? А когда, ведь 27 лет, понимаете, проблема, зачастую, вот мы об этом говорили, что мы, допустим, иногда, как и казахи, или будем говорить узбеки, лучше знают, что происходит в Европе или на Ближнем Востоке, но меньше знают. Почему? Рассуждение такое. Ну, соседи, мы их знаем, все. А что происходит в нашей стране? Какие процессы политические, социальные, какие-то культурные, порой даже, как бы, свои, это не очень, как бы, глубоко изучают. Я призывал к тому, что мы друг друга лучше должны знать. Потому что время идет, процессы идут разные. Ведь в Центральной Азии, включая Казахстан и Кыргызстан, во всех странах модели государства очень разные, согласитесь. И политическая система, и экономические модели очень разные. Поэтому отношения между нашими странами иногда происходят какие-то казусы. может, слава богу, небольшие. И из того, что произошло между Кыргызстаном и Казахстаном, я думаю, что, знаете, всегда можно любой минус повернуть в большой плюс. Это зависит от умов, от интеллектуалов. Поэтому я надеюсь, что новое руководство страны при принятии политических, особенно внешнеполитических вопросов, она будет мнение учитывать, экспертного сообщества, ученых и так далее. Это очень важно. С официальными структурами или пиццами в Кыргызстане еще не было? Нет. Вы знаете, это же народная дипломатия. Если они готовы разговаривать, то мы тоже. А если они как бы не заинтересованы, ну, это их, как говорится, подход. Мы открыты. Мы говорим через средства массовой информации. Что мы делаем, какие предложения у нас есть. Поэтому тут такое, знаете, насильно мило не будешь, говорят. Вот эти 100 миллионов, насколько это было оправдано так быстро, спешно? Там не только 100 миллионов, там же 6 документов было, которые подкрепляют наши экономические отношения, взаимоотношения, будем так говорить. Конечно, это было совсем неоправданно. Это, чтобы было ясно, это все равно, что рубить сук, на котором ты сидишь. Зачем? Ну, хорошо, там где-то были технические сбои, вовремя не получилось. Но там же при получении гранта всегда есть определенные условия. Если наша страна не выполнила этот срок, грант, то мы и не получим. Да, много, какой-то период о 100 миллионах говорилось, да? Потом замолчали, потом после вступления снова заговорили. Но здесь же так, двусторонне, нельзя было односторонне упрекать и еще динамичировать. Это была, я думаю, такая серьезная ошибка, понимаете? Это же одно дело, когда словами обмениваются, да? Какими-то, будем так говорить, эмоциями, да? А другое дело, когда документы дианонсируются. Это уже приобретает не эмоционально, а политическую окраску. Потому что это юридически оформляется, что между нашими есть серьезные, в экономических взаимоотношениях есть серьезные разногласия, будем так говорить, мягко говоря. Поэтому это была ошибка. Но очень большие усилия надо предложить новому, команде нового президента, чтобы это исправить. В принципе, это возможно? Конечно, это всегда решаемый вопрос. Вопрос политической воли. Это самый главный вопрос международных отношений. И между двумя государствами, тем более, есть рамочные соглашения в рамках Евразийского экономического союза, есть подпорка. Здесь никаких проблем я не вижу. Нужна политическая воля обоих сторон. Почему парламент без запинки все это дело утверждает? Состояние парламента мы с вами хорошо знаем. К сожалению, мы говорим много о парламентской системе, но фактически как таково она не существует. Она декларативна или на бумаге в законах. Но ни в одной парламентской стране такие казусы не могут происходить. Понимаете, когда, помните, по Камбарате 1 тоже денонсация там очень быстро, фактически не обсуждалась. Эта же тема тоже. Даже проблемы на казахской границе тоже не обсуждалась. Фактически. Да. А это самая главная правда. Обещания были. Наши бизнесмены теряют миллионы долларов сегодня. Частный бизнес. Кроме того, сейчас из-за этого начали, я же говорю, какая-то продукция дорожает. Простое население начинает страдать. А вот много пишется, говорится в обществе, в социальных сетях, даже на некоторых круглых столах, когда обмен мнений идет, что это не просто вдруг возникло, а есть какая-то подоплека третьей силы. Называются даже эти страны, которые, возможно, в этом заинтересованы, чтобы, во-первых, отношения между двумя странами, чтобы нарушились, и дальний прицел, чтобы вообще развалить это сообщество евразийское. Какую страну? Россию называют, например. Ну, вы знаете, я думаю, что касается России, здесь ошибочное мнение. Почему? Потому что, просто элементарно, Евразийский экономический союз, это создается базис для безопасности наших стран. Экономический базис создается. И Россия, иницируя Евразийский экономический союз, она сама будет заинтересована в конфликте двух членов, что ли? Это нонсенс, вы сами понимаете. Поэтому это все какие-то, будем так говорить, провокационные заявления для того, чтобы именно антироссийские настроения поднять, может быть, в нашем регионе. Это большая ошибка. Вот наоборот, допустим, очень Россия сегодня заинтересована в укреплении и в расширении Евразийского экономического союза. Несмотря на все трудности, вы знаете, она предпринимает значительные шаги, я считаю, для поддержки, допустим, частности Крылстана. Вы знаете, что сегодня напрямую бюджет нашей страны ежеквартально почти по 25 миллионов получает. На протяжении многих лет. Да, да, да. Последних лет. Это что, не поддержка разве? Или, вот я хотел бы здесь вспомнить выступление в свое время Солженица, когда, вы помните, когда он назвал Среднюю Азию, то есть наш регион, под Брючьем, Россия, что она нам не нужна. Это в Козыревский и Ельцинский период такая политика, идеология продвигалась. И вот в 2000 году, выступая на дебатах в Академии в Москве, я сказал наоборот, обратно доказал. Сказал, под Брючье это мягкое место и, будем так говорить, недоброжелательным легко проникнуть через мягкое место в Россию и изнутри ее, будем так говорить, разложить. Да, и многие ученые со мной тогда согласились, что да, мягкое место надо и укреплять, наоборот. Поэтому здесь не теоретически, не практически это, может быть, интересы каких-то группировок, допустим, финансовых, в чем-то заинтересованы, но государственный подход и подход президента России, он достаточно, наоборот, укреплять. А почему со стороны России не предпринимается мер, чтобы вот этот конфликт между двумя членами этого Евразеса как-то вот… Ну, видите, конфликт приобрел личностный характер, будем так говорить, открыто, да. И я думаю, что в этом случае они как арбитры очень деликатно вели и правильно вели, потому что у нас лидеры достаточно обидчивые, и обидеть того или иного лидера… Легко. Да, легко. И, как я говорил, что несмотря на то, что у нас парламентская сторона, но влияние президента на внешнюю политику, оно огромное, и президента Казахстана тоже огромное, и, соответственно, личные отношения – это деликатный вопрос. Я так считаю, что очень деликатно они поступили и поступают. И, в конце концов, я вам так скажу, что история взаимоотношения кыргызов и казахов, несмотря какие-то, может быть, какие-то пятна есть в ней, да, и то, это по-разному можно интерпретировать, она доказывает, что мы можем договориться без посредников. И это основное… Вот мой визит в Алматы это показал. Я же говорю, я встречался с учеными, политологами, журналистами, бывшими дипломатами, они все говорят о том, что мы должны сами договариваться. Мы можем и способны договориться. Есть потенциал и у Кыргызстана, и у Казахстана. Нам уже говорят, что время, отведенное нам, закончилось. И спасибо большое. Будем надеяться, что эта народная дипломатия будет дополнять официальные какие-то действия и какие-то… Я думаю, что будем помогать. И я настроен оптимистично. Все будет нормально. Это трудности временные. Спасибо большое. У нас был в гостях экс-министр иностранных дел, доктор политических наук Олег Пекченков. Мы обсуждали вопросы, которые возникли между Кыргызстаном и Казахстаном буквально в последний месяц. И будем надеяться, что долго не протянется этот кризис. Спасибо большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова